Какой бывает совесть? Она может быть чистой, благой, лукавой, сожженной, спящей, немощной и даже мнительной. О совести говорят древние тексты практически всех мировых религий. О ней мечтали законы Хамурапи, египетская книга мертвых, зарастрийские тексты Овесты. О ней даже как-то помышляли герои Гомера. Ее можно встретить в творчестве Сафокла, Сократа, Платона, Аристотеля, в письмах римских стоиков. Однако даже светские исследователи этого вопроса признают, что современное понятие о совести полностью подчинено христианскому мировоззрению. Раздел православного богословия, который изучает это свойство души, называется «Нравственным богословием». Что такое христианская совесть? Хорошо ли быть чрезмерно совестливым? И что такое самооправдание? Во что мы верим, когда говорим об этом феномене нравственной жизни? Беседуем сегодня с доцентом Московской духовной академии, священником Стефаном Дамусчи. Отец Стефан, совесть – это сугубо христианское явление? На самом деле, конечно, нет. Уже апостол Павел пишет о совести язычников. Но другое дело, что понятие «совесть» и явление внутренней жизни, нравственной жизни – это не одно и то же. Понятие «совесть» появляется в истории философии, в истории религии, а совесть при этом есть с самого начала у самых разных людей. И несмотря на это, конечно, есть концепции религии, в которых совесть больше выражена, в каких-то меньше выражена, в каких-то ей просто нет места, как, например, в буддизме. И поэтому, да, можно сказать, что не столько христианское, сколько, можно сказать, западное в широком смысле слова. То есть все авраамические религии, все религии, которые так или иначе предполагают, что есть Бог личный, что есть Его заповеди и есть человек как личность. Потому что там, где нет личности, где нет Бога, там и с совестью тоже, с пониманием того, что такое совесть, с понятием совести уже не так просто. Поэтому вы сказали, что в буддизме нет совести, потому что там концепта нет личного Бога и с этим связано. Дело в том, что там нет личности, нет представления о том, что кто-то дает тебе заповедь. Меня больше интересует вопрос, а что с этим концептом в Ветхом Завете? То есть совесть в Ветхом Завете как представлена? Дело в том, что само слово совесть русское или, там, скажем, греческое, да, латинское представляет специфическую картину мира, в которой, картину человека даже, скажем так, в которой есть разные силы души, в которой в человеке есть разные грани. Семитская картина человека, представление семитской антропологии представляет человека более таким целостным существом, поэтому разные силы душевные в нем объединяются в более какие-то крупные такие, более крупными понятиями описываются. И вот в еврейском языке было слово сердце, лев, которое означало сразу и волю, могло означать эмоциональную сферу, могло означать желание, могло означать совестные движения. Мы в Салмах Бодавида часто встречаем, да, это постоянно там на сердце? Да, ну, очень много где, но дело в том, что самого слова совесть не было. В Ветхом Завете? В Ветхом Завете нет слова совесть, есть слово сердце. Не одного раза? Не одного раза. Ну, находят в поздних книгах, которые существуют на греческом языке, вот так называемый, в Септуагинте, несколько раз упоминается, но, по всей видимости, имеется в виду... Это уже работа переводчиков, да? Да, то есть само концепт совести, возможно, в позднем иудаизме Ветхозаветном существовал, но слово, которое бы описывало его, просто не возникло. И дело здесь не только в представлении о человеке, дело еще и в том, что в специфике Ветхозаветной религии. Дело в том, что такое совесть. Да. Совесть как бы напоминает тебе о должном. А если перед тобою сам Бог, который говорит тебе, что должно, то у тебя не возникает никакой внутренней рефлексии, никакой интроспекции. Ты вот перед тобою законодатель, он говорит тебе, что ты должен делать, ты делаешь. И поэтому совесть, например, намеки на совесть, функции сердца как совести возникают в Ветхом Завете тогда, когда нечто не описано законом. Например, есть известный сюжет, когда Давид практически имеет возможность убить Саула, и он отрезает край его одежды, а потом издалека показывает ему и говорит, вот смотри, Саул-то был в моих руках, а я тебя не убил. И дальше писатель говорит, больно стало сердцу Давида от того, что он вот так обошелся с царем, как бы оскорбил прилюдно царя. Вот это больно стало сердцу, многие толкователи интерпретируют именно как присутствие совестного чувства. Да, некий аналог в этом видится. И таких есть несколько сюжетов. Там, где закон есть, там совести не возникает. Там возникает явное представление о том, что можно, что нельзя здесь. Четкий фарватер, да? А в Новом Завете это слово, конечно же, встречается, да, насколько я понимаю? В Новом Завете около 30 раз. В апостольском корпусе очень часто. Да, да. Ну, в основном, только в апостольском и встречается. Ну, вообще, вот христианство сказало что-то новое в учении о совести, если можно так говорить. Понятно, в Ветхом Завете не было, но были какие-то, как вы сказали, такие вот рефлексии, определенные интенции. Христианское слово о совести. Что это? В том, что христианство существует уже не только в рамках иудейского мира. Да, конечно. Да, оно существует в рамках языческого мира, распространяется. И, в первую очередь, апостол Павел употребляет. То есть из 30 условно, по-разному можно считать, но примерно из 30 употреблений, 27 или 28 принадлежат апостолу Павлу. 30 раз слово «совесть» в апостоле, да, греческое слово. Или в Новом Завете в целом. В Новом Завете в целом, но дело в том, что слово в Евангелии Атеана, по всей видимости, является комментаторским таким объяснением того. То есть, Стефан, ну более 30 раз одно слово, это прям, это много? Ну, есть слова гораздо. Вот мы тут с профессором Мосиповым как-то считали, сколько раз слово «ад», «гиена», «огни», ну, там, ну, 5, 6, 12, там, да, а «совесть» 30 с лишним раз. Ну, дело в том, что... То есть это важная, да, для христиан вещь? Это важно, конечно, но интересно, что апостол Павел нигде не дает ему определения. А. То есть он нигде не объясняет, что такое совесть, и из этого ученые делают вывод, что он говорит о чем-то вполне естественном. Люди понимали, объяснение не требовалось. Да, люди непрасно понимали, о чем идет речь, но чего они могли при этом не понять? В рамках языческой концепции, например, египетской или римской потом... Ну, и не только римской, греческой, стоической концепции в том числе, да и Сократа того же можно встретить. Совесть или сердце у египтян тоже, как у евреев это называлось сердцем. Значит, совесть безошибочна. Она бог, который присутствует в тебе. Например, египетский жрец мог сказать, мое сердце меня наставляет, я никогда не изменяю его советом, я всегда ему слушаюсь. То же самое мог сказать Минандр, да, он, например, мог писать Синидесис, значит, это совесть, то есть, да, это бог. Сократ говорил, что все, в чем меня наставляет мой демон, я всегда исполняю и никогда не жалею. Демоном он тоже называл, не того демона, да, как мы сейчас понимаем. Нет, 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 даймони как раз Сократ, вот тот самый... Внутренний голос. Да, 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 внутренний голос Сократа. И вот все они говорили, что совесть безошибочна. Ну, потом уже у стоиков это вообще будет выглядеть так, что просто бог в тебе непосредственно присутствует и говорит. Зевс дал тебе свою частицу, и она в тебе звучит. И вдруг апостол Павел пишет о немощной совести, о совести слабой, о том, что там я стремлюсь к чистой совести, значит, может быть нечистая, есть люди с сожженной совестью. То есть первое, что апостол говорит, это, кстати, вполне укладывается в ветхозаветную концепцию сердца, что сердце может быть разным, и совесть, значит, может быть разной. И раз сердце и совесть бывают немощными, значит, они нуждаются в некотором переформатировании, в обновлении. И вот то, о чем Давид мечтал, сердце чистое, сотвори во мне Божие, о том апостол Павел говорит как о реальности, потому что искупительная жертва Христа, крещение, как раз и дает человеку возможность этого обновления совести. Поэтому в Новом Завете две новых мысли. Это не само понятие совести, а ее неидеальность и возможность ее обновления и восстановления. Идеальность совести, я так понимаю, это действие грехопадения, да? Да, конечно. То есть считается, что совесть у Адама и Евы в раю была идеальным инструментом? Ну, дело в том, что вообще совесть – это часть человеческой природы, она не может возникнуть как-то потом, она дается человеку Богом при творении, просто дается способность к развлечению добра и зла, к тому, чтобы знать, что для тебя должно и что не должно. Я бы даже так определил, как Максим Исповедник говорил, что есть логос Божий о нас, есть некоторый замысел Божий о нас, да? И вот мы должны ему соответствовать. Вот совесть – это голос, который призывает нас соответствовать замыслу Божьему о нас, некоторому идеальному нам. И, конечно же, у Адама и Евы тоже была способность совестная, как у любых людей. Другое дело, что совесть нуждается в тренировке, нуждается в развитии, и совесть не наполнена своим собственным содержанием. Вот иногда говорят о естественном законе, это известное довольно само все выражение, натуральный закон, естественный закон. Но иногда кажется, что это чуть ли не все 10 заповедей или весь закон Божий. На самом деле, естественный закон, на мой взгляд, это то, о чем сейчас говорят ученые-антропологи, когда говорят о склонности к альтруизму в животном мире. То есть здесь нет ничего удивительного. Раз благой и любящий Бог творит мир, он творит его сообразным себе, и он вкладывает, пусть и на естественном, биологическом уровне… Да, это очень интересная мысль. В животных эту мысль, но в нас он дает нам возможность свободно и сознательно это осмыслить и сделать своим. В животное это просто вложено, а мы можем это усвоить, сделать своим и свободно этим Богу ответить. И вот надо сказать, что Адам и Ева, они же не просто должны действовать по наитию. Вот тебе плод, вот тебе древо, а ты должен почувствовать в совести, что нельзя его брать. Ничего подобного. Бог дает им заповеди с самого начала, он не оставляет их без заповедей. Он говорит плодиться, размножаться, он говорит владычествовать над землей, возделывать и хранить рай, называть животных. И в том числе, предпоследней заповедью, он называет как раз не вкушать от древа познания добра и зла. Так что нельзя сказать, что Ева должна была опираться на какую-то интуицию. Ева должна была опираться на конкретный закон. Но вот что интересно, что совесть Евы, если можно так сказать, там этого не написано, но если сказать, что в Еве говорило представление о добре и зле, то оно ее немножко подвело. Потому что она явно переборщила с заповедью, она стала преувеличивать Божий запрет и тем самым сама себя повела по ложному пути. Поэтому, да, в человеке после грехопадения совесть сломалась, потому что человек разучился однозначно и правильно определять, что такое добро и что такое зло. А еще в 20 веке у Марины Цветаевой есть стихотворение «Диалог Гамлета с совестью», которое начинается со слов «На дне она, где ил». Что делать, когда совесть на дне и можно ли с христианской точки зрения верить каждому диалогу с ней в нашей следующей части. В Новом Завете мы не раз встречаем удивительные примеры, когда Господь обличает, казалось бы, совестливых людей. Апостол Петр в книге «Деяния» под действием своей религиозной иудейской совести отказывается есть нечистых животных. Но Бог побуждает его изменить эту позицию. Кроме того, по слову Спасителя, во время гонений человек, убивающий христианина, будет думать, что он тем служит Богу. Так ли безупречно совесть? Продолжаем наш разговор со священником Стефаном Домущи. Когда я жил в Санкт-Петербурге, я там общался с одной интеллигентной семьей, которая постоянно мне говорила, что вот светский, нерелигиозный взгляд на совесть – это тоже достаточно серьезная вещь, что совесть вообще никак не связана ни с какой религией. И действительно, религиозный фактор, они считали, не играет никакой роли, хотя бы вспомнить советскую классическую интеллигенцию, которая сплошь и рядом была атеистической, но при этом создавала удивительные шедевры. Кинематограф советский, культура и так далее. Есть чем похвастаться. Там есть действительно образцы, феномены таких очень совестливых людей. Способен ли, условно говоря, чистый разум без бога, без религиозных этих концепций, способен ли он создать свой собственный закон совести? И тогда, простите, при чем есть религия? Ну, конечно, чистый разум – это абстракция. На самом деле, вся советская интеллигенция все равно была воспитана на христианской культуре. 80, а там уже даже было не 80, а меньше, 30, 40, 50 лет – это не срок для того, чтобы культура, особенно нравственная культура, изменилась. Поэтому говорить о том, что они начали с нуля, вообще никак невозможно. Кроме того, не надо представлять себе, что человек атеист сразу вдруг становится безнравственным. Здесь ведь можно задать очень много вопросов к этому тезису. Вот, да, способен ли зависеть нравственность от религии. Если мы говорим, что Бог створил человека и вложил в него некоторый естественный закон, то это означает, что каким бы ни был человек, верит он или не верит, в нем все равно эта нравственность будет существовать, он даже знать этого не будет. То есть, если мы отодвинемся очень далеко, мы скажем, да, вся душа христианка. То есть, получается, что обосновать, что не было какого-то нравственного вмешательства при самом творении, просто невозможно. Потом мы берем, например, райский сад, там даны заповеди, потом мы берем Ноя, Ною даны заповеди, и от детей Ноя в разные цивилизации пошли заповеди. То есть, нигде не существовало общество, в котором не было бы религии, которая бы не обращала к человеку заповеди. Даже в Ветхом Завете есть известные слова, сказал безумец сердце своим, нет Бога. И некоторые авторы говорят, что, ну вот видите, значит, там были атеисты, и у них наверняка была своя мораль. А на самом деле, речь о чем? Когда филистимляне с иудеями враждовали, и когда они их побеждали, они говорили, да нет никакого вашего Бога, вас некому защитить. Речь не о том, что это атеист, речь идет о конкретном Боге Израиле. Конечно. То есть, нет вашего Бога. И еврей говорит, сказал безумец, что нет Бога, или там солгали на Господа и сказали нет его. Это, опять, это грешники, которые не атеисты на самом деле. Они просто говорят о том, что нет Бога, который дал тебе тот самый закон. То же самое и здесь. Конечно, человек, например, невоспитанный в нерелигиозной морали, он, естественно, способен к нравственным поступкам. Хотя бы даже потому, что нравственное – это просто развлечение добра и зла. И, естественно, на своем уровне свое добро и свое зло он, конечно, будет отличать. Любые самые жестокие люди все равно ориентируются на какие-то правила, так или иначе. Советская интеллигенция, конечно же, очень много взяла из христианской нравственной культуры. Но в то же время далеко не все. И что здесь произошло? В 90-е годы, когда мы... Да и не в 90-е, а в конце 80-х. У нас постепенно сложились два понятия – христианин и порядочный человек. И мы стали считать, что порядочный человек – это, в общем-то, то же самое, что христианин. Хотя на самом деле, если мы посмотрим на то, что позволял себе в качестве нормы порядочный человек в Советском Союзе. Ну, например, он позволял себе аборты. Например, он позволял себе отказ от ребенка и сдачу его в детский дом. Например, ну, не знаю про детский дом, но про аборты совершенно точно. Это считалось просто чем-то элементарным. У многих порядочных людей были любовники или любовницы. Да, да, совершенно верно. Это тоже была часть культуры Советской. Совершенно верно. Считалось нормой. Совершенно верно. И поэтому, когда мы говорим о порядочном человеке и о христианине, все-таки христианин призван быть не просто порядочным человеком в рамках советской культуры, а гораздо большим. Это первое. А второе – дело же не только в нравственности. Мы в храм приходим не за нравственностью только. И за нравственностью, конечно, но когда мы приходим на литургию, мы приходим причащаться, мы приходим молиться и соединяться в общей молитве и в Евхаристии с Богом и друг с другом. И поэтому быть нравственным – это еще не все. Религия, она не только про нравственность. Здесь нравственность – это просто путь, который делает тебя способным к соединению с Творцом. Если ты даже очень нравственный, даже ты светский человек, который не признает аборт и не изменяет жене, не сдает родителей в дом престарелых, а детей в детский дом. Ну, в общем, ты очень прям вот взял все заповеди, исполняешь их, но не веришь в Бога. Это не значит, что тебе этого достаточно. Потому что цель человека в соединении с Богом и в обожении, в спасении и в обожении, а не просто в том, чтобы быть порядочным. Так, ну с этим более-менее понятно. А вот мне очень понравилось, как вы в первой части сказали в применении к Еве такую мысль, что ее главная ошибка была в том, что она некую такую совестливую композицию из себя пыталась, она была определителем чего-то. А вот скажите мне, пожалуйста, а святые, преподобные, прославленные люди, богом просвещенные, они вот, они же совестливые были люди, они эту совесть и понятие, что такое хорошо, плохо, из себя выводили, из своей воли, своего навыка какого-то добрых поступков. Откуда у них брались параметры добра, зла, как руководить? В первую очередь из священного писания, конечно. И ниоткуда иным образом. То есть понятно, что там святый Леонид Златоуст, например, говорил, что для язычников совесть может являться их руководителем. И вообще он воспевал совесть как практически такой инструмент для того, чтобы встать на путь спасения. И что вот язычники обладают совестью, это уже очень хорошо. Но при этом слово праведник, сам корень прав, или, например, тот же еврейский ЦДК, да, от садики отсюда, он очень родственен с понятием «должный», «должный быть». То есть это не просто хорошо и плохо, это то, каким ты должен быть. Как интересно, да, здесь понятие «грех» как непопадание в должное. Да, да. И когда ты, тебе неоткуда взять вот это мерило, особенно если твои предки заблудились и создали нравственность далекую от первоначального замысла, как язычники, скажем, да, самых разных мастей, которые детей в жертвы приносили, жили каким-нибудь развратом и считали его допустимым, любую жестокость и прочее, то, чтобы из тебя вдруг возникли правильные представления, в таком случае не нужно было бы проповеди. Но как раз Христос посылает проповедовать. И когда Бог дает 10 заповедей, и дальше всю эту нравственность, весь этот закон, да, 613 заповедей и запретов евреям, логика там какая была, что вы сейчас сами научитесь соблюдать, а потом вы должны просветить остальные народы. Не случайно у пророков, да, говорится о том, что вот язычники к тебе придут, Израиль, возьмут тебя за полу, твои одежды, и скажут, мы хотим быть с вами, потому что с вами Бог. То есть здесь в ветхозаветном Израиле создавалась и культивировалась правильная точка зрения на мир и на человека, и она должна была распространиться. Ну, собственно, мы ей верим, что она распространяется через христианство. Скажите, в связи с христианством, а вот каким-то образом обновление этой доброй совести в христианском понимании связано с таинством крещения? Ну, несомненно, апостол Петр об этом и говорит, что это вопрошение у Бога доброй совести. Крещение есть вопрошение у Бога доброй совести. Но тут что надо понимать? Сегодня, когда мы смотрим на крещение, мы чаще всего рассматриваем крещение ребенка, и мы думаем, что когда мы его крестим, мы просим, чтобы Бог как будто бы дал ему какую-то новую совесть. Когда апостол Петр об этом писал, крестились в основном или иудеи, да, или язычники. У иудеев с их представлением о добре и зле более-менее было все в порядке. То есть им надо было изменить свое отношение к язычникам, им надо было принять Христа как к Мессию. Но, в принципе, они знали, что запрещен блуд, что запрещено идолпоклонство и многое-многое другое. В рамках деколога, понятно. Да, и даже не деколога, а вот Митсвота, вот того самого огромного кодекса заповеди. А когда мы говорим о язычниках, их там, конечно, было сложнее. И когда язычники готовились к принятию Таинства Крещения, то в итоге христиане довольно быстро поняли, что их надо готовить долго. То есть поначалу язычников иногда крестили, ну, нельзя сказать, что совсем быстро, но с небольшой такой подготовкой. А потом стало понятно, что язычников надо готовить долго. Совсем другие нравы, навыки, понимание. И классическое оглашение, классическая катехизация – это три года именно нравственного научения. Потом 40 дней введения в такой уже более-менее явный контекст вероучительный. Вот откуда у нас Великий пост, эти 40 дней, 4 десятницы. Это же время, когда люди, которые три года готовились к окрещению, последние 40 дней перед ним начинали уже изучать конкретное вероучение. Слушайте, это удивительно. То есть получается, что настолько сложный был контингент, что три года тратили на то, чтобы объяснять простые, что такое хорошо, что такое плохо? Нет, конечно, нет. Дело не в том, чтобы объяснить, а дело в том, чтобы человек от этого избавился. Представим себе, например, то есть были же профессии, с которыми не было проблем. Крестьянину ты объясняешь, что надо зарабатывать честным трудом, никаких проблем, зарабатываешь честным трудом. А были священные проституции, допустим, да? Да, а был жрец, например. Кстати, жрец готовился к крещению оглашенным был не 3 года, а 4 года, потому что все навыки его были языческими. Или, например, скульптор. Скульптор тоже была запрещенная профессия, а потому что не было никаких скульптур, кроме религиозных. Они богов. Они ваяли в основном богов для поклонения. То есть, конечно, они создавали... А чем они все-таки занимались эти долгие годы? 3-4 года до крещения? В том числе и получали новую профессию, чтобы не зарабатывать нечестным трудом. То есть ты должен настроить свою жизнь на нравственный лад. Тебя не заставляют сделать это сразу, но ты постепенно узнаешь христианство и постепенно меняешь свою жизнь. У тебя есть какая-то, не знаю, вторая семья или еще кто-то. Наводи порядок в нравственной жизни. У тебя есть нечестная работа. Ищи новую работу. Создавай себе возможность зарабатывать, обеспечивать. То есть ты несколько лет приобретал не просто знание. Знание можно книжку за день прочитать и все. Нет, ты приобретал навык нравственной жизни. И поэтому для взрослого крещение было не только просьбой о новой совести. Вот, да, Давид говорит, сердце чисто создай во мне, Боже. Но он одновременно, и поэтому человек в одно и то же время и просил у Бога обновление совести, и обещал, что он эту совесть будет сохранять со своей стороны. Не случайно один из древних авторов говорит, что крещение – это печать нравственной жизни. То есть когда ты уже показал, что ты к этому способен, тебя принимают, и дальше уже ты этой нравственной жизнью живешь. Поэтому вся проблема современного человека, особенно взрослого, когда он приходит и говорит, я хочу креститься, ему говорят, да, пожалуйста, ты будешь нравственным? Он говорит, буду. Его крестят, он говорит, не получилось, потому что он никакого навыка не приобрел. То есть он сказал себе, я попробую, но дело же именно в навыке нравственной жизни, который должен получаться. И поэтому христианство, конечно, дает, в первую очередь, именно этот навык и благодать Божию, которая тебя в этом навыке удерживает и помогает тебе идти по этому пути. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что у людей, отпавших от Бога, ум сделался превратным, а затем и все, наконец, пришло в беспорядок и смятение, так как руководитель оказался поврежденным. Чего ждать, когда совесть поврежденный руководитель? Продолжим после паузы. Святитель Феофан Затворник в своем толковании на апостола Павла пишет, что человеческая самость способна сама писать себе законы совести. И, поддавшись этому искушению, ум начинает придумывать себе, как Феофан пишет, ложные начала в оправдании неправедной жизни. Как это происходит и что находится на противоположной стороне этой крайности? Продолжаем нашу беседу с отцом Стефаном Домущи. Отче, сразу после грехопадения Адам совершает акт такого самооправдания. То есть он в диалоге с Богом все пытается свалить на Еву. Я, насколько понимаю, самооправдание – это не просто такой каприз, не просто нехорошее такое явление, это еще и тяжкий грех. Вообще самооправдание – это что с точки зрения библейского текста? Слово «самооправдание» в библейском тексте, конечно, нет, но самооправдание – это стремление человека, и не просто стремление, а действие человека по нахождению оснований, нравственных оснований для своего поступка. Дело в том, что совесть работает не сама по себе, она свидетельствует на основании того закона, который в нее вложен. И если в нее вложен закон Божий, то она советует человеку все доброе. А если человек своим усилием убеждает себя и постепенно воспитывает себя в других представлениях, то его совесть оказывается подвержена таким искажениям. То есть совесть во многом зависит еще от той информации, которую ты ей предоставляешь. Ну, скажем, элементарная вещь, например, человек просыпается с утра в среду и готовит себе скоромный завтрак, а потом, значит, вспоминает, что среда, расстраивается, а потом вспоминает, что сплошная и успокаивается. Что это значит? Что его одна и та же совесть сначала укоряет, а потом перестает укорять в зависимости от того, какую информацию он ей предоставил. И вот Адам, он, конечно же, знал, что нельзя было есть плод с древопознания добра и зла, но он находит для себя оправдание. То есть он находит для себя нравственные основания для того, чтобы сделать свой поступок не таким плохим. То есть что такое оправдание? У нас есть весы внутренние, в которых есть цель и средства. И если цель очень важная, мы готовы большие средства на нее потратить. Если на не очень важную цель потрачены очень важные средства, мы говорим, это не оправдано. Вот так нельзя было делать. И как нам тогда оправдать? Нам надо придумать какие-то основания, которые сделают наш поступок нравственным. И вот Адам говорит, так жена, которую ты мне дал, причем здесь обычно видят обвинение Бога, что вот, мол, ты мне дал такую плохую жену. Здесь же может быть и по-другому. Господи, ты же мне ее дал. Я ей доверял, как тебе. Вот она мне дала, и я такой глупенький. В таком случае он обвиняет ее. Да, то есть в любом случае я ни при чем. Вот или ты, или она. Я доверился, она мне дала, и я ел. И наша жизнь, она на самом деле полна таких интересных вещей. Это вот прямо из жизни композиции, естественно. Но что интересно, вот известно, что Игнать Илайола, основатель Ордена Иезуитов, говорил такие слова. Цель оправдывает средства, если цель – это спасение души. И обычно, когда мы произносим первую часть фразы, нам кажется, что речь идет о каком-то безнравственном человеке. На самом деле, да, Игнать Илайола вроде как сказал хорошую вещь. Цель – оправдывать средства, если цель – спасение души. Но вот здесь дальше возникает вопрос, насколько хороша эта фраза. Действительно ли спасение моей души позволяет мне использовать любые средства? Или, может быть, мне задуматься, действительно ли этот путь приведет меня к спасению души? Ну, условно говоря, мне, например, говорят, что ты спасешь свою душу, если возьмешь свою семью, закопаешься в пещеру и будешь там жить. Если я верю, что вот это путь к спасению, это означает, что я действительно должен это сделать, и цель оправдывает. Мои дети будут жить в землянке 3,5 года или там питаться хлебом и водой, какими-нибудь коренями, но ради спасения все возможно. А кто сказал, что я правильно понял, что такое путь к спасению? И вот в том-то и дело, что очень часто люди не только создают свою собственную нравственность и оправдывают себя, они еще и должны представить себе свой путь как правильный, чтобы совесть их хвалила, чтобы совесть их оправдывала. И тогда получается, что неправильно понятая, то есть правильно понятая цель, но неправильно понятый путь к ней развязывает человеку руки, и это та самая пена, из которой рождается. Помните, как говорил Померанс, да, что дьявол рождается из пены на губах ангела. Когда ангел, когда добрый человек начинает стремиться к добру злыми средствами, он не может остаться добрым, потому что если ты думаешь, вот передо мной враг, и он враг, надо с ним что-то сделать, а сделать, например, ничего нельзя, ну и я его оклевещу. Но это же хорошая цель. Враг, мой оппонент, да, будет, например, повержен. Я не могу клеветать, потому что я сам тогда стану не лучше него, я сам стану злым. А вот знаете, в православно-аскетической литературе есть еще один очень интересный такой извод или подход к совести, называется спящая совесть. Даже в быту мы встречаем, совесть у него спит. Это вот что такое спящая совесть? Ну, у сыпих отцов есть такое представление о том, что если человек не живет по совести, то она постепенно может утомиться и просто перестать свидетельствовать. Утомленная совесть. Утомленная такая, да. То есть, ну, или вот Абва Дорофей приводит пример, он говорит, что совесть как искра, если ты постоянно мусором костер засыпаешь, то в итоге просто ты перестаешь ее видеть. Дело в том, что вообще для аскетической литературы характерен один очень важный призыв. Они все время говорили, что самое главное жить по совести. Во-первых, жить самому по совести. Во-вторых, стараться соблюсти совесть брата. То есть, не искусить брата поступком не по совести. Ну, это то, что еще говорил апостол Павел, когда он, помните, говорит, если что-то искушает, вот там, без искушения мяса искушает брата, мы его не будем есть мясо вовек. То есть, если ты понимаешь, что ты искусишь сейчас брата, то это очень важно не сделать этого. И вот для отцов было очень важно жить по совести. Но они понимали, что человек может практически что угодно оправдать, если он постепенно будет находить все больше и больше оправданий, в итоге его совесть уснет и просто не будет свидетельствовать о неправоте того или иного поступка. У меня такое подозрение, что вы хотите сказать, что совесть не является каким-то идеалом, идолом даже, иконой с точки зрения святых отцов. Совесть – это разве не то, к чему мы все стремимся, к чему мы должны слушать? И вообще это не бесконечно неопровержимая ценность разве? Вот когда мы читаем творения святых отцов, у многих из них совесть ставится на очень высокое место. Ой, она златоустка. Да, очень, очень высоко ценит совесть, совершенно верно. Но когда он разговаривает с людьми, он разговаривает с христианами. Он разговаривает с людьми, совесть которых просвещена крещением, совесть которых просвещена заповедями, христианской жизнью, жизнью в церковном сообществе, таинствами. В то же время есть язычники, о которых, например, пророк Исаия пишет в 5 главе 20 стих. Он говорит, будут добро называть злом, а зло добром. Будут свет называть тьмой, а тьму светом. Что это значит? Там есть еще одно место у пророка Исаии, где он говорит, что язычник бывает обманут собственным сердцем, и он не знает, правда ли, в руке его. Как интересно. То есть языческое или любое другое нехристианское мировоззрение, оно может создать для человека такую картину мира, в которой его совесть окажется настроена на другие идеалы. Поэтому совесть – важный орган нашей нравственной жизни тогда, когда она просвещена светом Евангелия, тогда, когда человек постоянно ее проверяет. Но не самодостаточная идеология. Она не самодостаточна, совершенно верно, конечно. Она все время должна быть поверяема священным писанием и советами с опытными нравственными людьми. Атея Стефан, а вот еще немножко о другой крайности. Она, на мой взгляд, более сложная, но и поэтому и больше внимания ей нужно уделить. Так называемая, насколько я понимаю, мнительная совесть. Когда совесть укоряет человека чрезвычайно сильно. Вот это хорошо вообще или плохо? На самом деле совесть бывает полезна в плане вот такого сильного укорения. Это значит, что она жива, что она активна, что она действует. Это неплохо, когда совесть укоряет. Это хорошо. То есть я бы хотел несколько первых реабилитировать. Совесть, конечно, важный элемент нравственной жизни. Естественно, часто на нее и приходится ориентироваться. Большинству людей именно на нее приходится ориентироваться. Но в то же время человек может неправильно понять какие-то вещи, переоценить одно или недооценить другое. И в таком случае прийти к неправильному представлению о том, что важно и что второстепенное. И он постепенно придет к тому, что совесть будет его мучить за какие-то вещи, которые не столь важны, и не будет мучить за то, за что должна бы мучить. Например, у апостола Павла есть рассказ о лжесловестниках, сожженных совестью своей. И там есть интересный момент. Иногда думают, что это такие вот грешники. Но на самом деле не случайно апостол называет их лицемерами. То есть это люди, которые пытаются выглядеть очень правильными, самыми правильными. И что же они делают? В чем они лицемеры? Апостол дальше поясняет. Он говорит, что они запрещают есть благословленную Богом пищу, и они запрещают вступать в брак. То есть, получается, находятся люди, которые не просто требуют от христиан нравственной жизни, а завышают планку. Настолько завышают планку, что вот я, когда исследовал этот вопрос, поразительные слова нашел у святителя Григория Низского. Есть комментарий на этот текст, и он говорит, что есть человек, который расслаблен совестью, и он развратничает. А есть, который избыточествует целомудрием. Я сначала даже не поверил, что это такое, избыточествует целомудрием. Но оказывается, что избыточествует целомудрием, это пренебрегает браком как чем-то нечистым. И действительно, в церковных канонах есть такое правило, среди церковных канонов есть такой канон, правило, которое прямо говорит, что если человек из аскетических соображений не вступает в брак, это дозволительно и достойно уважения. Но если он считает, что брак это не чистое нечто, и не вступает в брак по этому поводу, то он отлучается от церкви, как пренебрегающий благословением Божиим. То есть человеческая совесть далеко не всегда корректна в мере своих вот таких претензий к человеку. И очень часто человек сам создает себе проблему. Это же проблема неофитов, да, очень часто? Ну вот, например, приходит человек в храм, его начинает учиться молиться. И когда-то у него появляется свободное время, и он, например, хочет молиться больше. У него есть силы, у него есть к этому все возможности, он становится и молится чуть больше. Потом у него еще есть такие возможности, еще есть такие возможности, а потом, например, в какой-то момент у него нет такой возможности. И что он будет чувствовать? Он будет чувствовать угрызение совестью, он будет говорить, что он ленивый, нерадивый, и что он ленится молиться. И это большая проблема, потому что в плане грехов у нас очень много того, что совесть не просто удерживает, а что позволяет ей оставаться в рамках. Например, человек начал, например, по совести позволять себе блуд, или воровство, или взятки, например, это все одинаково запрещено с точки зрения церкви. И вот человек постепенно позволяет себе, позволяет, но мало ли что он говорит себе в своей совести. Он может посмотреть священное писание, он может смотреть в заповеди и увидеть, что это запрещено. То есть здесь, снизу, у совести есть как бы страховка. Есть священное писание, которое говорит, нет, все, ты сколько угодно себе дальше самооправдывайся, но вот блуд, это блуд, измена, это измена, воровство, это воровство, взятка, это взятка, там, подлости, клевета, это подлости, клевета. А сверху, в плане праведности, открытое небо, да, а силы человека не бесконечны. Не бесконечны. Да. И вот здесь как раз есть церковная некоторая мудрость в том, что церковь предоставляет человеку некоторую среднюю меру. Например, вот что такое современное церковное молитвенное правило? Это же некоторая мера. То есть ты можешь молиться больше, но вот тебе небольшое, серьезно, небольшое на самом деле правило по сравнению с многими древними или с монашескими правилами. Небольшое правило, вот мера, которую ты можешь соблюдать. Если у тебя плохое зрение, если у тебя там какая-то болезнь или там еще что-то такое, ты можешь подойти к священнику, и он тебе даст твое правило личное, которое ты будешь практиковать на время или, ну, как угодно, да. Но вот тебе середина. Если ты в какой-то момент сказал себе, буду читать гораздо больше, а потом не смог этого делать, ты не должен поедать себя, и совесть твоя не должна тебя сжигать, что ты сделал что-то недозвольное и недопустимое. Потому что церковь вполне определила, что вот допустимая мера. Понятно. Вы знаете, следующий вопрос хочу задать вам не только как, не столько даже как представителю науки богословской, да, но как священнику. А что все-таки с точки, вот вашей практики такой, да, пасторской, врачуется легче? Вот эта проблема мнительной совести, да, чрезвычайной такой или полная бессовестность? Очень интересный вопрос. Дело в том, что что понимать под мнительной совестью сложно определить, потому что человек действительно может быть ленивым и может лениться, молиться, и совесть должна его обличать. Человек действительно может много себе позволять, и совесть должна его укорять. То есть здесь тонкая грань, и поэтому не случайно в Писании говорится спасение во многом совете. Если ты сомневаешься, если совесть тебя поедом ест, приди к священнику и спроси. Может быть, она права, может быть, тебе надо изменить твою собственную жизнь. А может быть, нет, и священник скажет тебе не кори себя чрезмерно, ты не виноват, или там вот неси меньше, скажем, да. Например, есть люди, которые болеют, но очень укоряют себя за то, что не могут понести меру поста, они приходят к священникам, и священники говорят, не корите себя, ваша болезнь здесь тоже является определенным испытанием. Что касается с бессовестностью, здесь тоже не все так просто, потому что, с одной стороны, человек может быть действительно усыпившим свою совесть, то есть он может приучить себя к этому, и тогда надо ее будить, надо ее воспитывать, но он же может быть бессовестным в буквальном смысле слова. Сегодня об этом говорит психиатрия, есть целый мир психопатов, это не просто слово, это медицинский термин. Сегодня об этом говорят центральные телеканалы. Да, даже и так. Есть известная книга Роберта Хайера, она так и называется, «Лишенные совести», и он говорит о таинственном мире психопатов, то есть людей, у которых диагностировано отсутствие вины, чувство, точнее, не вины, а чувство вины, диагностировано чувство отсутствия эмпатии, переживания, жестокости. Они просто не понимают, что здесь такого, что они, например, лгут, ну, их есть определенные признаки у психопатов, манипуляторы, лжецы, люди, которые не испытывают эмпатии, не испытывают чувство вины, нарциссы, которые все время считают себя правыми. Сказать, что они просто... Вы прямо описали всю нашу современную элиту. Понимаете, сказать, что они просто бессовестные грешники, можно, в принципе, но здесь не все так просто, вот почему. Дело в том, что совесть есть сила души. Таких силы всего четыре. Это разум, воля, совесть и чувство, сила любви, в первую очередь. По крайней мере, так их описывает, например, преподобный Макарий Египетский. Как сила души, любая сила души, и то же самое чувство наше, зрение, слуха, мысленные способности, все это работает через тело, через материю. И вот преподобная Анастасия Синаид говорит, что если человека ударили чем-то тяжелым по голове, он теряет способность правильно выражать свои мысли. При этом он прекрасно понимает, преподобная Анастасия, что душа человека не повредилась. Повредилась способность человека выражать свои мысли. Как поле брака, например, или что-то еще. То есть есть разные... Так в том-то и дело, что если совесть – это сила души, она тоже выражается через определенные наши, в том числе и телесные, материальные... материю нашего мозга в том числе. И почему бы не согласиться с тем, что точно такая же поломка, которая... Ну вот одна поломка мешает тебе выражать свои мысли правильно, а другая поломка мешает тебе, например, чувствовать вину. Это поле, в которое мы только входим, в котором мы начинаем исследование, мы начинаем думать над этим, а что это такое. Священник, конечно, призван человека настраивать на нравственный лад, воспитывать в нем не просто чувство вины, потому что чувство вины может человека просто уничтожить, а помогать ему работать с его чувством вины, чтобы это было плодотворно, чтобы он, чувствуя вину, каялся, чтобы это приводило его к изменению жизни, к нравственному перерождению. Но не менее страшно обвинить человека, например, невменяемого. Говоря о состоянии, в котором совестливый человек проживает свою жизнь, царь Давид в 50-м салме говорит «Грех мой предо мною есть выну». Всем знакомые слова. Слово «выну» по-славянски значит «всегда». То есть «грех мой всегда предо мною». Как мы сегодня выяснили, с точки зрения нравственного богословия, совесть является таким внутренним параметром, который помогает определить правильность нашего поведения и его соответствие замыслу Божьему о нас. Однако учение святых отцов, в отличие от всех древних представлений и современных светских концептов, свидетельствует, что при всей важности совести она не гарантирует жизнь без искажений. Совесть не самодостаточное средство ко спасению. Именно поэтому ее надо встречать с православным учением, традицией церкви и живым духовным руководством. Это то, во что мы верим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова